Приветствую вас! В кадре автомобиль моего первого клиента, человека, с которым мы ранее не были знакомы ни лично, ни через друзей, и который нашел меня через YouTube. Сегодня я покажу во всех смыслах большую работу, каждый этап которой был длительным и физически тяжелым. Тут и машина большая, и погода выдалась жаркой. Touareg, 2012 год, 140 тысяч километров пробега. За всю мойку сегодня отвечает Foam Heroes. Герои в этот раз отлично подойдут и под задачи, и под настроение. Juicy Citrus 1 к 10 буду использовать для мойки ворсовых арок. Для пневмы выбран режим установки на подъемник. Сначала смываю основной брезь. На шины наношу Pure Wheels, разбавленные один к одному. И только теперь вход идет в универсальный Juicy Citrus. Кадров с чисткой диска я у себя на телефоне почему-то не обнаружил. Все происходило как обычно. Ёршик и широкая кисть синтетической щетины. По аркам работал различными щетками и кистью для труднодоступных мест. Промывать ворсовые подкрылки дело не быстро. На 4 колеса и 4 арки у меня ушло почти 3 часа. Долго, зато чисто. Остатков Pure Wheels как раз хватило на этот Touareg. Juicy достаточно еще для одной машины. Буду ли покупать снова? Разумеется. Уже заказал. Оставшийся в пеннике цитрус переливаю в триггер и еще немного разбавляю водой. Сейчас он пригодится. Нейтральный Gentle Soap для первой фазы развожу в концентрации 1,20. А цитрус поможет избавиться от множества насекомых, залепивших всю переднюю часть автомобиля. Пену без контакта специально попробовал сделать жидкой за счет белой вспенивающей вставки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавить в универсальный очиститель немного ручного шампуня для лучшего скольжения. Прием, который я подсмотрел у Димы Фуреки и Димы Макарова. Ребятам привет! Ссылки на их каналы оставлю в описании. На вторую фазу сегодня будет Slekaise из ведра. Труднодоступные места прорабатываю кистью с косметической щетиной, той самой смесью Juicy и Sleka. Субтитры сделал DimaTorzok По площадям использую варежку из искусственного меха. Для сушки в пару к полотенцу от Shine Systems докупил похожее от Leratone. После нескольких стирок поделюсь впечатлениями. Химчистка кузова начинается с антибитума, битум-ов. Битумных точек тут по всей площади плюс-минус столько. А в арках натуральный асфальт. Даже щетины на пол приходилось встряхивать. Сначала смываю антибитум водой, а потом ручным шампунем. Айронов от Shine Systems все чаще выбираю гелевый. По эффективности аналогичен обычному, но пахнет лучше. Как видно, металлических украплений здесь почти нет. Оставшиеся на кузове загрязнения я, признаться, и не рассчитывал убрать автоскрабом. Но попробовать стоил. А вон глина справилась, однако пришлось попотеть, и улетел почти весь лубрикант, который был у меня в гараже. И от Leroton, и от Shine, и от Space Cosmetics. Всяких древесных следов на капоте, крыше и стеклах было очень много. Резин-Офф от Shine уже едет. Надеюсь, что он упростит подобные работы в будущем. Мойка химчистка кузова с проработкой дверных проемов заняла 6 часов. Даже может показаться, что машина выглядит хорошо, но если подойти ближе, станет очевидно, что она очень нуждается в полировке. Химчистки в этот раз не будет, но стекла ждет антидождь, поэтому оставлять без внимания бархотки, которые будет видно, я не мог. Juicy Citrus и кисть здесь вполне уместны. Химию извлекаю влажной микрофиброй. Химию извлекаю влажной микрофиброй. Хотелось помочь Хрому, но он тут по большей части прошел точку невозврата и спасать уже нечего. Прежде чем очищать стекла снаружи, чищу их изнутри с помощью или ротон, или один. Маскирую скотчем все, что нельзя задевать фетровым кругом. Вспоминаю, что у меня нет заводского фетрового бруска, а тут без него никак. Вырезал из листа резины вот такой четырехугольник и наклеил на него листовой мебельный фетр. Всепролазный инструмент готов. Такой можно сделать хоть из деревянного бруска, если очень нужно, но резина простит контакт с элементами автомобиля. Паста для очистки стекла Detail Glass Clean лучше работает с небольшим количеством воды. Вода лежит на стекле ровным слоем, а значит оно очищено от известкового налета и прочих загрязнений. Лишь на трещине снизу видно ряд. Вода держится за нее как за ступеньку. Подготовка стекол под антидождь заняла 4 часа. По кузову при ближайшем рассмотрении машина выглядит вот так. Я учел замечания, сделанные мне ранее и теперь помимо пластика и резины маскирую торцы полируемых деталей, их ребра и сопряженные элементы. Нахлёст скотча в 1-2 мм на деталь не ухудшит результат работы, но сбережет лак на торцах. Готовая к полировке половина капота выглядит вот так. Теперь нужно выбрать каким кругом проводить первый этап полировки. Попробовал твердый поролон, микрофибру и мех. Все на пастик ох 901. Мех дал слишком грубую нарезку, микрофибра не справилась с риской. А твердый поролон показал хороший результат. Вот мой основной рабочий инструмент на ближайшие 25 часов. Пасту оставшуюся возле контурной ленты убираю в обезжириватель. Полирую всегда от дальних участков детали к ближним. Прежде чем прорабатывать глубокие царапины, проверяю области возле них толщиномером. Когда элемент пройден первой пастой, маскирую следующую деталь. Уже сейчас крылья выглядят намного лучше, чем смежные с ними двери. Полировать крышу приходится буквально на вытянутых руках. При этом машинка работает под собственным весом и не пытается убежать. Полировка это своего рода торг с толщиномером. Видно, что эта машина полировалась до меня и на некоторых элементах толщина уже на грани. Когда на внешних панелях прибор показывает значение, сопоставимое с толщиной покрытия в дверных проемах, я останавливаю полировку, лишь убрав минимальный слой. Работать глубже уже рискованно. Кружки после стирки удобно отжимать вот так. Ну и не мог оставить без внимания дефект, который бросался в глаза. Пятисотый, тысячный и двухтысячный абразив вернули стойке форму. Дальше осталось отполировать. Второй этап полировки провожу пастой F-серии и соответствующими кругами. Эта работа идет быстро, при этом не снимается много лака, поэтому торцы и ребра уже не маскируют. Этап занял часов пять. Голограммы почти не остается. Вот такая жара и F-паста высаживают аккумуляторы на полировальных машинках быстрее всего. Впервые увидел горящий индикатор перегрева батареи. Подкраска сколов в завершении рабочего дня. Эмали сохнуть, а мне спать. Перед антиголограммным этапом прочищаю все щели от паст и пыли. Обезжириваю кузов. Работа M-связкой на эксцентриковых машинках займет примерно пять часов. Итоговый вид поверхности перед керамикой будет таков. На свету черная машина отливает синим. Щели и стыки вновь очищены. После всех паст машина уже обезжиривалась составом чек-преп. А теперь перед нанесением защитных покрытий происходит финальное обезжиривание составом ИПА. Субтитры создавал DimaTorzok На машину в круг ушло 30 мл антидождя glassbox с покрытием лобового стекла в два слоя. Для кузова сегодня буду использовать керамику H9 Ultimate Quartz от Soft 99, но через нештатный поролоновый аппликатор большой площади. При обычных условиях время для располировки этой керамики составляет одну-две минуты. Но видно как на 30 градусной жаре радужная пленка встает буквально за 15-20 секунд. Поэтому приходится работать в ускоренном темпе и каждую деталь делить на большее количество частей. Продолжение следует... Продолжение следует... В этом видео я показывал лишь процесс работы над машиной и не останавливался подробно на описании каждого из используемых составов. Все они уже рассмотрены на моем канале и вы без труда можете найти соответствующие ролики. Black Star Mat на шины, консервант на пластик и время переходить к результату. Работа над этой машиной заняла примерно 65 часов и это с учетом того, что тут не было химчистки. Сложно сказать, какое время взяла на себя съемка, но это точно малая часть всех трудозатрат. Клиент выбрал полировку, при которой убирается максимальное количество царапин. Я пока не представляю, как бы мог ускорить этот процесс. Толщиномер оказался незаменимым помощником и позволил не допустить пробоев на и так истонченном лаке этой машины. А результат оценивать вам. На мой взгляд, у автомобиля началась очередная молодость и взгляды на дорогах он точно будет притягивать. Клиентомер Balkин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...